Здравствуйте! Меня просили сделать обзор плавательного бассейна, в который я хожу в Варне. Ну вот сейчас я попробую это сделать. Сейчас, правда, такой ветер достаточно шумный, но посмотрим, что из этого получится. Итак, это плувен бассейн, как говорят болгарки, который находится на берегу моря. Вот я вам сейчас покажу море. Вот море сегодня у нас прекрасное, замечательное, чайки летают. Бассейн здесь есть открытый, который я вам показываю. 50 метров его длина. Бассейн достаточно глубокий. Здесь проходят даже международные соревнования. Там есть, вот видите, возможность прыгать и плавать так, как это положено спортсменам. Ну, находится здесь у нас сиденье для тех, кто наблюдает за соревнованиями. Есть ещё один бассейн. Там тренируются спортсмены чисто, и причём ещё синхронное плавание. Здесь очень хорошо развито в Варне. Вот. И есть закрытый бассейн. Честно говоря, ни разу там не была, потому что, конечно, предпочитаю плавать на солнышке, на воздухе. И так приятно, когда над тобой летают чайки. Вот. Значит, что я хочу сказать. Очень много ходит непонятных таких сведений в интернете о том, что здесь морская вода. Нет. Вода здесь не морская. Вода обычная, хлорированная. Но в душах вода минеральная. Поэтому очень удобно, когда вы сюда приходите. Вот в этой горячей воде можно купаться и до, и после. Она очень полезная. Это замечательная такая вода. Ну, вот такая душевая, скромненькая. Ну, всё, что надо есть. Вот. Перегородочек нет между душами. Зато вода течёт минеральная, тёпленькая, лечебная, полезная. Вода. Вся длится где-то час с раздеванием и одеванием. Но пускают даже за полчаса до начала сеанса. И мне очень нравится, что на тот момент, когда здесь выделяются специальные часы для людей, приходящих поплавать в своё удовольствие, позаниматься для себя, для своего здоровья, прекращаются занятия для детей, для спортсменов. То есть, вот, нет ни шума, ни гаммы, ни брызганий, потому что я последний раз, когда ходила в Москве, то в 25-метровом бассейне всё это совмещалось вместе. И, в общем, конечно, никакого удовольствия невозможно было получить. Стоимость. Значит, я взяла абонемент на месяц, 20 посещений. Это стоит 15 евро. То есть, соответственно, считайте, сколько может стоить одно посещение. Вот, ну, удовольствие, конечно, здесь получаешь огромное, потому что ты на открытом воздухе, ты находишься на море, вот, на дорожках плавает, вот сейчас, видите, сеанс закончился, там вообще никого и нет. Значит, вот сколько времени я проходила, на дорожке плавает со мной один человек. То есть, достаточно свободно, всё прекрасно, всё замечательно. Чего только не сделаешь ради своих подписчиков. И вот, по вашим просьбам, я отправилась в закрытый бассейн. Его длина всего 25 метров. Солнышко здесь не светит, чайки не летают. В общем, ребята, история с этим закрытым бассейном не для меня. А для тех бабушек из самого возраста, которые здесь плавают 29 раз, менее-менее, чем ползает моя Марточка. Марточка – это моя улитка, которую я привезла из Польши. Ну, про неё будет отдельный рассказ. Ох, а вы пока ставьте лайки за те мучения, которые я испытываю, чтобы показать по вашим просьбам, что такое здесь закрытый бассейн. Нет, я сюда больше не ходу, только в открытый. Ну вот, лишний раз убедилась, что интуиция у меня никогда не подходит. Чувствовала, не надо ходить. Я в этот закрытый бассейн, и не надо было туда ходить. Но зато полный обзор бассейна Варнинского для вас, друзья мои, сделала. А это чешма – место, где можно набрать минеральную воду, чтобы её попить. Вот с такой оригинальной скульптурой двух дракошев. Она находится прямо возле бассейна. Это своеобразный символ Варны. Оставайтесь на моём канале, путешествуйте вместе со мной. Да, сейчас мы живём в Болгарии, и это пока надолго. Ну, а тех, кто соберётся приехать в Болгарию, я готова познакомить с её уникальными культурно-историческими достопримечательностями и традициями. Так что обращайтесь, пишите в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok